Главный приз – поездку на остров Лимнас получили 5 из 15 команд участников краеведческого конкурса «Дух и лады в истории Одессы». Он проходил среди учащихся 8-10 классов школ Приморского района. Сертификаты на поездку ребятам в июне вручил одесский городской голова Геннадий Труханов. И вот долгожданный день настал. Победители ждали его с нетерпением. Честно говоря, мы изначально не ожидали, что у нас вот так вот получится в эту поездку. Для меня вот это изначально казалось какой-то фантазией. Но когда вот узнала, наша команда узнала то, что мы выезжаем в Грецию, все были очень рады. Я ожидаю незабываемые эмоции. Во-первых, я еду со своими друзьями. Во-вторых, я еду в первый раз в эту страну. И мне бы хотелось услышать, узнать, увидеть что-то новое, интересное, что непременно будет и предусмотрено нашей программой. И, в общем, все самое лучшее ожидаемо. Мэр Одессы Геннадий Труханов и одесский меценат Пантелеймон Бумбурас напутствуют детей перед дорогой. Ребята, вы едете за пределами нашей страны. И, конечно, помимо того, что вы представляете город Одессу, вы представляете Украину, естественно, что мы надеемся на то, что вы ее представите достойно, так же, как и в Одессе, показав свои знания. Я прошу вас помнить об этом, быть очень внимательными, держаться вместе командой, очень дисциплинированно, потому что для нас это большая ответственность, и для меня в том числе, чтобы все у вас было хорошо, чтобы вы набрались сил, эмоций, впечатлений, оздоровились. Вот это я искренне желаю вам и вашим родителям. Я люблю два места, Лимнус и Одесса. И первый раз детей из Одессы пойдут на Лимнус. Я думаю, если наш мэр хочет, я думаю, что каждый год будем отправляем детей, которые выиграют в Лимнус и сделают традицию. Я желаю хорошего поддержка. Я тоже буду, 26-го в Лимнусе увидимся и там. Скажу большое спасибо мэр, который поддерживает все это, потому что без мэра ничего не идет. И желаю хорошего отдыха. Ребят в поездке будут сопровождать пять взрослых. По словам председателя Приморской райадминистрации Марата Королева, юных одесситов на Лимнусе ждет много нового и интересного. По тому графику, как дети будут находиться на острове Лимнус, мы посмотрели, у них не будет пяти минут свободного времени. Насыщена до такой степени программа, потому что мы совместно делали это с фондом Бумбараса. Пантельмон Васильевич тоже сказал пару слов. Для него это действительно тоже очень важно. Он рассказал, что на острове Лимнус дети будут изучать греческую историю, и греческие танцы, и греческую кухню, и, скажем так, обычаи Греции. Я уверен, что по приезду в Одессу дети поделятся своими впечатлениями. В планах городской власти развивать и дальше подобное сотрудничество, которое поможет ребятам более подробно знакомиться с историей родного города и узнавать о тех народах, которые непосредственно участвовали в становлении нашей Одессы. Продолжение следует...